Приобретение суверенитета обусловило начало нового этапа во внешнеполитической и международной деятельности Беларуси. При изучении темы «Внешняя политика Республики Беларусь» определим основные принципы и направления внешнеполитической деятельности Республики Беларусь на рубеже XX-XXI веков. Вы узнаете о многовекторном характере внешнеполитического курса Республики Беларусь, о деятельности Беларуси в Организации Объединенных Наций. Познакомитесь с этапами создания союзного государства Беларуси и России, развитием отношений со странами Содружества Независимых Государств, образованием Евразийского Экономического Союза. Выясните, как складываются взаимоотношения Беларуси с Европейским Союзом и другими странами мира. Основные принципы внешней политики Беларуси были закреплены в Конституции Республики Беларусь 1994 года. Республика Беларусь как независимое государство по состоянию на 2016 год признана 177 странами мира, с которыми она установила и поддерживает дипломатические отношения. Свидетельством устойчивости международного положения нашего государства является его членство в международных организациях. Участие в их работе способствует вовлечению нашей страны в процесс глобализации, образования мирового рынка капиталов, товаров и услуг, информации, установления международных связей в экономическом, политической и культурных областях. В 1992 году Республика Беларусь первой из стран СНГ подписала заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Парижскую хартию для Новой Европы. Таким образом, наша государство стало членом Организации безопасности и сотрудничества в Европе, ОБСЕ. Беларусь присоединилась к Международному договору о нераспространении ядерного оружия. В результате все ядерное оружие, размещавшееся ранее на территории Беларуси, было выведено за ее пределы. Беларусь вместе с Украиной стали первыми в мире государствами, добровольно отказавшимися от ядерного оружия. Как вы думаете, почему Республика Беларусь стремится стать нейтральным государством? Докажите, что территория Республики Беларусь является безъядерной зоной. В условиях многополюсного мира, сформировавшегося после распада СССР, Республика Беларусь последовательно придерживается многовекторного внешнеполитического курса. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос под документом. Беларусь с самого начала своей внешнеполитической деятельности подтвердила приверженность принципам Устава ООН и всеобщей декларации прав человека. Наша страна учитывает рекомендации повестки дня на 21 век. Этот документ был принят в 1992 году. В нем изложена программа мирового сотрудничества с целью гармонизации взаимоотношений между человеком и природой. Беларусь получила международную помощь по линии ООН, принявши специальную резолюцию международного сотрудничества в деле смягчения последствий аварии Чернобыльской атомной электростанции. В 2000 году была подписана Декларация Тысячелетия. Этот документ направлен на достижение целей, связанных с улучшением положения человека, преодолением бедности, нищеты и голода, укреплением здоровья, установлением мира и обеспечением безопасности, охраны окружающей среды, защиты прав демократии. Беларусь выступает за реформирование и деятельность ООН, направленное на укрепление ее потенциала для реагирования на современные вызовы и угрозы. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос под текстом документа. Особое место во внешней политике нашей страны занимают взаимоотношения с Россией. 14 мая 1995 года на республиканском референдуме большинство белорусских избирателей высказало за поддержку действий президента Республики Беларусь, направленных на экономическую интеграцию с Российской Федерацией. Интеграция представляет собой процесс сближения, объединения в единое целое, взаимного сотрудничества стран и их экономик, общественных и политических структур, многочисленных организаций. Дальнейшему углублению отношений между Беларусью и Россией способствовал подписанный 2 апреля 1996 года «Договор о создании сообщества Беларусь и России», а 2 апреля 1997 года был основан «Союз Беларуси и России». Этот день объявлен Днем единения народов Беларуси и России. Союз Беларуси и России стал моделью межгосударственного объединения с более высокой по сравнению с СНГ степенью политической и экономической интеграции. Очередным этапом процесса сближения Беларусь и России стал подписанный 8 декабря 1999 года «Договор о создании союзного государства». Договор предусматривает не механическое слияние двух государств или поглощение одного государства другим, а их объединение для реализации взаимовыгодных задач. При этом за Беларусью и Россией сохраняется статус субъектов международного права и государственного суверенитета. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Восстановите недостающие элементы таблицы. Это о постановлении союзного государства. А также ответьте на вопрос о характеризации этапа и результаты интеграционного процесса между Беларусью и Россией. Приоритетным направлением и основой внешней политики Республики Беларусь является восстановление на равноправной и взаимовыгодной основе связей с государствами, ранее входившими в состав СССР. Так, например, на постсоветском пространстве Беларусь вместе с Россией, Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном участвуют в организации договора о коллективной безопасности ОДКБ. ОДКБ – это межправительственная региональная военно-политическая организация шести государств, имеющая оборонительную направленность и основанная на приоритете политических средств по предотвращению и ликвидации военных конфликтов. При этом сделана оговорка, что белорусские военнослужащие не будут участвовать в боевых действиях за пределами Беларуси. В 2015 году начал действовать договор о создании между Беларусью, Россией и Казахстаном Евразийского экономического союза. Для Беларуси с ее развитым промышленным потенциалом и преобладанием перерабатывающих отраслей промышленности участие в ЕАЭС открывает обширный рынок сбыта такой продукции, как тракторы, грузовые автомобили, холодильники, мебель и другие, в условиях отсутствия таможенных пошлин при импорте, ввозе и экспорте, вывозе товаров. Поставьте видео на паузу и определите, в чем заключаются перспективы участия Беларуси в Евразийском экономическом союзе и организации договора о коллективной безопасности. Важным направлением внешнеполитической деятельности Республики Беларусь является сотрудничество со странами Европейского союза. ЕАЭС – один из ключевых торгово-экономических партнеров Беларуси. С участием нашей страны эффективно решаются европейские проблемы нелегальной миграции, торговли людьми, наркотрафика, безопасности границ, урегулирования конфликтов. Беларусь вместе с Азербайджаном, Арменией, Грузией, Молдовой, Украиной вошла в созданное под руководством Евросоюза объединение «Восточное партнерство». Это объединение имеет целью развития интеграционных связей между Евросоюзом и шестью бывшими советскими республиками. Постепенно решается вопрос о смягчении визовых барьеров между нашей страной и ЕС. Введен безвизовый режим пребывания иностранных граждан Беларуси. Беларусь в качестве партнера присоединилась к программе НАТО «Партнерство ради мира». Она направлена на сотрудничество в области европейской безопасности. Наша страна исходит из того, что ни одно из государств, включая страны НАТО, на данный момент не являются для нас потенциальными противниками. Беларусь выступает за Европу безраздельных границ, которая построена на основе принципа коллективной ответственности за будущее всего континента. Многовекторность внешней политики Беларуси определяется использованием стратегии равной приближенности к Востоку и Западу в плане эффективного использования выгодного геополитического положения для взаимодействия со своими близкими соседями и странами дальнего зарубежья. Поставьте видео на паузу и ответьте на вопрос под текстом документа. У нашей страны сложились стратегические партнерские отношения с Китаем. Один из наиболее крупных проектов этого партнерства – Белорусско-Китайский индустриальный парк «Великий камень», расположенный неподалеку от Минска. В Китае созданы предприятия по сборке, сбыту и сервисному обслуживанию карьерных самосвалов, БелАЗ, тракторов «Беларусь», белорусской кормоуборочной техники. Основными торгово-экономическими партнерами Беларуси являются также Россия, Украина, Германия, Польша, Латвия, Литва и Индия. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Найдите в тексте ошибки. Объясните причинно-следственные связи между историческими событиями, явлениями и процессами. Оформление государственного суверенитета и проведение Республикой Беларусь самостоятельного внешнеполитического курса. Поставьте видео на паузу и продолжите выполнение заданий. Вам предлагается выполнить задание, используя картосхему «Беларусь в международном сообществе», а также сделать соответствующие выводы. Надеюсь, что вы справились с заданиями и по итогам изучения темы сможете сделать вывод о том, что суверенная Республика Беларусь придерживается многовекторного внешнеполитического курса. Территория государства свободна от ядерного оружия. Приоритетными направлениями во внешней политике являются укрепление взаимосвязи с Россией в рамках союзного государства, торгово-экономическое сотрудничество со странами СНГ и в рамках Евразийского экономического союза, постепенная интеграция в европейское пространство. Для качественного усвоения темы и закрепления материала рекомендую прочитать параграф 30 учебного пособия, ответить на вопрос 1 и 3 на странице 157 учебного пособия, заполнить в рабочей тетрадке таблицу «Этапы становления союзного государства», записать рабочую тетрадь определения понятия интеграции.